В этом видео мы сделаем два комода, используя исключительно фанеру, и отдекорируем их разными и необычными технологиями. Также разберемся, чем мне не угодила мебель из ДСП. Приятного просмотра! Эти комоды я решил сделать полностью из фанеры, и начинаем с того, что распускаем ее в нужный размер. Кстати, файл с чертежом и вектором я оставлю в свободном доступе. Его вы найдете в описании к этому ролику. Пользуйтесь на здоровье. Когда листы фанеры распилены на полосы, из этих полос нарезаем более мелкие элементы. Полочки, перегородки, но делаем это уже при помощи каретки. По краям дверцы было решено сделать закругленные, поэтому отрезаем их по отмеченной линии. И тут очень важно пилить вдоль волокон. Тогда получается избежать сколов по фанере. Затем прикладываем тот же шаблон и копировальной фрезой повторяем его форму. В итоге получаем идеальный результат. А тут, кстати, фрезой лучше сделать два прохода. И финальный второй проход побыстрее провести фрезер. Именно так получится избежать нагара на фанере. Ну, если это вам важно. В итоге имеем четыре таких дверцы, так как комода будет два. Затем переходим к фрезерному столу. Настраиваем его и фиксируем вот такую фрезу. Ставим боковой упор, все эти удобные прибамбасы, которые, кстати, очень облегчают жизнь. Но чаще всего ты не ценишь их, пока не приобретешь. Лично я все больше начинаю ценить свое время и поэтому все чаще присматриваю приспособы, которые экономят его. Просматривая фанеру с двух сторон, я определяюсь, какая же из них будет лицевой. Помечаю карандашом и делаю небольшую выборку. Примерно на 2 мм глубиной и шириной равной толщине фанеры. В общем, такую полосочку, в которую в дальнейшем станет лист фанеры. В итоге это очень облегчит процесс сборки. И в целом соединения будут смотреться аккуратней. После чего берем вот эту крэговскую приспособу, наверное, уже каждый с ней знаком. Поэтому в двух словах. Это удобная штука, при помощи которой делается соединение под косой шуруп. Конкретно в моей оригинальной версии все сделано очень четко. Я имею ввиду разметку и настройку приспособы. Разберется каждый действительно незаменимая штука в столярке. И в итоге получаем вот такие отверстия для дальнейшего соединения. Вообще, этот комод я делаю для себя. Как известно, чтобы внести что-то новое, сперва надо избавиться от старого. Знаю, что многие очень любят такие кадры. Да, чего там скрывать, я тоже обожаю понаблюдать за таким. Но то, что снимаем мы, это просто ерунда. По сравнению с масштабами канала Калашников. Тут просто фантастические съемки. К примеру, вот они из РПГ разносят москвич. Заодно проверяют, можно ли укрыться за машиной во время перестрелки. Как это обычно происходит в кино. И все это с отличным чувством юмора. А еще здесь собирают высокохудожественное оружие. Разбирают историю разных войн с точки зрения оружия. Также проверяют оружейные мифы. Многие считают, что от листьев деревья в пули могут ликошетить. Так ли это? Также бытует миф, что немецкое оружие не могло пробить советский ватник. Как вы думаете, правда? Также они разрушают различные автоматы и пулеметы в режиме непрерывной стрельбы. В общем, помимо отличного шоу, тут вы действительно узнаете что-то новое. Настоящий вкусный мужской контент. Сам смотрю с удовольствием и очень рекомендую вам. Ссылка есть в описании. Заглядывайте, смотрите, а там уже рука сама потянется к кнопке подписаться. Ну и передавайте привет от топора. А мы продолжаем. А теперь переходим к самому интересному. Займемся декором. Изначально я нашел вот эту картинку в сети. Именно тогда и родилась идея сделать комод с таким же фасадом, чем я и занимаюсь. Кстати, вот эту картинку мы перегнали в вектор и также прикрепим в описании к ролику. Если вдруг захотите повторить, милости просим. Вам уже не придется убивать полдня на ее отрисовку. Соответственно, так же как и на картинке, на одной из дверей мы делаем вот такую гравировку при помощи лазерного станка. В итоге эту гравировку я выделю золотым цветом, точно так же как и на оригинальной картинке. Центральную часть сделаем отдельным элементом, опять же для полного сходства с оригиналом. И когда мы уже уверены, что дверца выглядит точно так же как и задумывалось, засверливаем отверстие под петли при помощи сверла Форстнера. Кстати, именно так и звали дядьку, который придумал это сверло. И запатентовал его в 1874 году. Без понятия чем они тогда сверлили, но это сверло уже придумали. В итоге два комода в разобранном виде выглядят вот так. Я отмечаю места, которые надо подшпатлевать. Для этих целей я использую автомобильную шпатлевку. Так как фанеру я буду красить темной краской, и передо мной не стояла задача сохранить естественный цвет фанеры и фактуру дерева. А важно только то, чтобы шпатлевка быстро высохла, держалась крепко и не давала усадки. Именно всем этим требованиям отвечает данный состав. А когда все перешпатлевано, начинаем шлифовку. Это не быстрый процесс, и пока я этим занимаюсь, Андрей занимается декором второго комода. Это очень интересная технология, называется набойка по ткани. Ей уже не одна сотня лет в Европе применялась уже в 1300 году. Андрей в свое время специализировался именно набойкой. Кстати, это очень заметно по его инстаграму. Как вы поняли, тут ничего сложного. На деревянный штамп наносится краска, кстати, эти штампы тоже Андрей сделал самостоятельно. А затем переносится на ткань. Не Андрей, а краска. Но тут главное равномерно нанести нужное количество краски. Скажу вам, что без опыта это сделать сложно. Благо у Андрея есть огромный опыт, и это видно по финальному результату. Кстати, у нас на канале есть видео про создание набойки со всеми подробностями. Если вдруг интересно, ссылку вы найдете уже в привычном месте. А с этой полосой Андрей решил заморочиться. И делает набойку градиентом, то есть плавно перетекающим цветом. В итоге к концу она уже более походит на оттиск. В итоге этой тканью и будет отдекорирован комод. Как вы видите, на дверь наносится клей и распределяется равномерно по всему периметру. Затем кладется ткань и разглаживается. В процессе дизайнерское решение пару раз менялось, и в итоге остановились вот на таком рисунке. Края ткани кладем в паз, который был сделан предварительно. А все лишнее обрезаем. Теперь осталось только отдекорировать это соединение. Снова клей, тоненькая ламель мореного дуба, струбцины и вуаля. Наверное, многие усомнятся в практичности такого вот декора тканью. Но не спешите делать выводы. Вот эти стеллажи были сделаны точно по такому же принципу и технологии. И ими активно пользуются уже более года. Как вы видите, все отлично держится и выглядит. Ну и пока клей сохнет, мы занимаемся подкомодьем. Его мы также сделаем из фанеры. Тут все просто и понятно наглядно. Как по мне, фанера очень крутой материал. Крепкий, надежный и долговечный. А главное, совсем недорогой. Это вам не ДСП, которое можно взять и откусить кусочек. Поэтому очень хочу развивать эту тему и мне интересно ваше мнение. Нужна ли на канале постоянная рубрика под названием мебель из фанеры? Или все же всем интересно только эпоксидка? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А к тому времени я закончил шлифовку и приступаю к покраске. Дверцу с гравировкой я сперва покрываю грунтовкой. После того, как грунтовка подсохла, я раскладываю основной вот такой серо-графитовый цвет. Потом покрываю его защитным слоем лака. Когда лак высох, кладу золотую патину. Ну а затем вот такой мелкозернистой абразивной губкой убираю патину, которая оказалась на поверхности. В итоге имеем вот такой результат. И все это покрываем финальным слоем матового защитного лака. Когда все элементы открашены, остается только собрать комоды. Один из комодов я делал для себя. Так как мой старый комод, как вы помните, случайно выпал из окна. А вторым комодом занимался Андрей. Лично мне ближе покраска, а ему, как вы поняли, ближе декор тканью. Очень хотелось бы услышать ваше мнение и таким образом разрешить наш спор. Какой из этих способов интереснее и эффектнее? Если не затруднит, напишите пару слов в комментах. Спасибо за просмотр и добра вам от топора. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok